Сырьем для производства капрона служит капролактам. Это белое кристаллическое легкоплавкое вещество. Во избежание окисления капролактам находится в цистернах в атмосфере азота. Цистерны обогревают горячей водой, чтобы капролактам оставался в расплавленном состоянии. В этом цехе капролактам превращают в полимер. Вначале жидкий капролактам фильтруют для удаления механических примесей. А затем он подается в бак-мешалку. В бак добавляют дистиллированную воду, активизирующую процесс, и уксусную кислоту, регулирующую длину макромолекул, а следовательно молекулярную массу полимера. Процесс образования полимера проходит в аппарате непрерывно. Перед вами схема аппарата. В действительности же он равен по высоте четырехэтажному дому. Капролактам вначале попадает в наружный отсек аппарата. Затем огибает перегородки и направляется в центральную трубу. За это время капролактам при нагревании превращается в полимер. Капролактам вначале до нового. Сверхэтаж длина. Продолжение следует. Много. Благодаря. Готовый продукт реакции поступает в нижнюю часть аппарата, в фильеру, из которой расплав выходит в виде жилок. Их охлаждают в литьевой ванне. На специальной машине жилки разрезают на гранулы одинакового размера. Чтобы довести содержание низкомолекулярных соединений до нормы, применяется экстракция. Для этого гранулы обрабатывают во взвешенном состоянии горячей дистиллированной водой. После сушки гранулы направляют к машинам для формования волокна. Капроновое волокно получают на предельных машинах. Бункер машины загружается гранулами, которые затем попадают на обогреваемую плавильную решетку. Расплав полимера направляется к предельным блокам и после очистки поступает на фильеру. Формование капронового волокна сложный физико-химический процесс. В капиллярном канале фильеры начинается формование струй. Силы поверхностного натяжения увеличивают диаметр струйки. Вытягиваясь и охлаждаясь, струйка расплава превращается в волокно, которое направляется к приемному устройству. Предельные диски подают нить к месту намотки. Здесь нить проходит через замасливающие шайбы. Замасливание уменьшает величину электростатического заряда и обеспечивает хорошую намотку волокна на шпулю. Свеже сформованное волокно еще не обладает нужными свойствами. Оно сильно тянется. Это объясняется тем, что молекулы в волокне расположены еще беспорядочно. Чтобы сделать волокно прочным и эластичным, надо упорядочить расположение молекул, разместить их параллельно по отношению друг к другу. Это достигается вытягиванием волокна благодаря разнице скоростей подающего и вытяжного устройства. Волокно вытягивается в 4-5 раз. Нить становится тоньше. Молекулы теперь расположены параллельно оси волокна. На производстве капроновое волокно вытягивают на крутильно-вытяжных машинах. Вытянутая нить одновременно подкручивается. Во время кручения все волоконца сближаются. Затем нить промывают горячей водой. При этом частично снимается внутреннее напряжение и вымываются остатки низкомолекулярных соединений. Внутреннее напряжение, возникающее в волокнах при вытяжке и высокой крутке, окончательно снимается в автоклавах при обработке паром под давлением. Кроме обычных капроновых нитей получают высокообъемные нити эластик. Широкое развитие получает производство высокообъемных гофрированных жгутовых нитей для ковровых изделий. Из нитей капрона изготовляют кордную ткань. Ее применяют в производстве автомобильных и авиационных покрышек, что во много раз увеличивает срок их эксплуатации. Капроновое волокно отличается легкостью. И в то же время у капроновой нити прочность на разрыв в несколько раз больше, чем у других волокон. Даже больше, чем у стальной проволоки такой же толщины. Капрон устойчив к истиранию, к воздействию микробов. Он не гниет. Благодаря своим ценным свойствам капрон прочно вошел в быт человека. . 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 Продолжение следует...